всем привет наше путешествие продолжается и она начинается с вокзала самаркандского железнодорожного ой нам надо перейти на второй путь чтобы сесть на нас поезд до маргеллана он идет через ташкент там так далее мы должны в час по моему в 050 он отходит и прибывает маргеллан 0 они 0 в 11 00 но мои тоже идут потихонечку так в общем почему-то маргеллан тоже фиргане нет уже дожди поездов более но это еще надо вниз идти это вообще капец выкупили полностью кубе час сделаем обзор небольшой то а почему мы не мы едем до маргелла пашкер гаде нет жады вокзала а там рукой подать наш лак пускать чемодан еле проезжает я уже игру себе а что такое вот такое вот купе сейчас все мы тронулись ну смысле не головой тронулись а поехали конечно неожиданно это я так оля вот нам принесли постельку она входит постельное белье полотенчика выдали вот такое да уже не так 4 до 4 место у нас куплено для чемодана иланка привет это твоя первая поездка до в таком поезде ты дыхты 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 проснешься завтра проснешься буду так ты дыхты дыхты знаешь я как будто вон туда еду ну да в общем надо боль ты давно на таких каталась я очень давно ездила на поезде мне лет 16 было сейчас мне уже много сегодня мне еще больше да я тоже лет 16 но тебе было 16 а я ездил лишь 16 назад но было неудобно я не помещают в ширину на кроватке посмотрим как пройдет наша ночь всем спокойной ночи всем доброго утра у нас уже скоро будет финишная установка нам принесли вот такую лепешку хотите мы как раз мечтали они сейчас потому что как предполагала ольга тут ресторан будут завтра до этого мне в россии этот короче тут вот есть имя того кто делает лепешку по по моему и даже его телефон видите цифры а знаете сколько она стоит алки аромей кто понял пишите мы в маргеллане но это почти фергана вот этот наш поезд конечно очень старые вагона т.п. все пошли до велкам то ну скажем фергана практически фергана гох шарбат кох оху кох на гамге кускю навкран севгепу кошек ларда кайтая хам хич рон хам баса сен хай от сен хай он мы уже заселились хорошо когда в твоем городе у тебя остались друзья которые тебя всегда встретят помогут все организуют в общем остановились в маргеллане недалеко от станции вот в это вот в этом отеле dior сейчас мы покажем сейчас мы пообедаем сначала поедем настоящую чеха но и чеха на номер один а настоящий чеха но где по заказу делают плов вот так выглядит гостиницы после чеха на и мы приедем вам сделаем обзор комнаты мы уже заселились просто устали приняли душ там ребята ждут мы сейчас едем туда такой навес я думал здесь птицы заживут орлы какие-то нет в общем вот чеха на вот так должна выглядеть типа частный дом либо отдельно стояли стоящая территория сейчас внутри посмотрим такой вход у нас вот вот такая вот чеха на здесь на самом деле это не совсем видимо чеха на свой дом был и люди переделали чеха на но ведь его вот вот это чеха на сай вам пожалуйста это речка здесь называется вот если она горная сай называется нам тут уже столик накрыли здесь вот можно вот так посидеть как на топчине да это иван называется так тоже ничего это фахридин однокурсник друг мы сейчас он небольшую экскурсию нам проведет здесь это вот дома не живут да наверно здесь скорее всего да они полностью делали комплекс короче так что ни хрена себе да вообще красит лучше нифига и туда что же да тут все идет делать это тоже наш друг 1 курсе и всем привет так вот так вот здесь выглядит здесь главное что главное когда сидишь на цель мне описываться да вот эту часть они новую видите построили и на заказ делают здесь казаны должны стоять и на заказ готовить до плов чего не пирожок наверно делаю до пирожок шурпу все все на заказ но здесь право на горелку шавля да это вообще класс вот так казаны стоят но у них ведь этот типа новая постройка они сделали сейчас готовят другом месте не знаю что нам разрешат мы покажем а это типа мангал что ли узенькая смотри какая для маленьких палочек ну и вытяжку сделаю молодцы вообще но вот у нас подоспел чеханский плов это совсем другой плов это не то что бухарский или самаркандский то жареный плов на огне здесь мясо жареное видите морковка жареная ну вообще вообще другое приготовление естественно вкусу дни сладкие здесь нет изюма нет горофа мы считаем что это настоящий плов но как вам такой ресторан но это говорят зимний вариант а вот с этой стороны летний вот такое местечко сегодня ваш тураген будет отмечать дне рождения мы заказали беседочку досмотрите вот на самом деле я не ожидал что так чистенько аккуратненько очень такое приятное место удивительно кстати приятное так все аккуратно чисто молодцы сделали уютно самое главное класс столько столиков здесь еще будет вечерняя программа сегодня будет приглашенный диджея из ташкента какой-то ну симпатично надеюсь посидим хорошо будет весело еще мы поснимаем вечером как это что будет светиться горит будет весело почему убираем у нас было подпольный обмен денег не будем показывать этого человека вот видите вот поменяли немножко денег но курс как банки хорошо как банки консервный ссылочку отставил отписание когда адрес оставить вам где поменять денег по полной программе совсем со всеми доказательствами да вот и человек мы приехали бабла наменяли волка маркет час каля гуши это голова да это это то что в голове есть из этого видишь все напилено сварено все сделано да как положено в горохом это обычно назад а это че такое по моему это за застывшая шурпа нет в общем это на завтрак употребляет для отрезвления ох ни хера себе тут как чуть не забыл снять вам номер в общем вход так ресепшен ребята сидят и у нас здесь на первом этаже номер много уже там пытается его взломать но открывай открывай карточку засовывать включая свет так сказать приготовьтесь к визиту номер 109 судить пожарный вход выход так заходишь и ковролин как мы любим по все как мы любим разуваемся вот такая вот номер небольшой уютный почему-то у нас 4 на 4 но это не имеет никакого значения есть телевизор шкаф и такой же холодильник открываешь и вот так здесь все непонятно это наверно все платно довольна до вода сцена есть здесь есть цены давать санузел потолки высокие кстати хорошие красивые так здесь мы уже просто душ принимая когда приехали такая ванна душ все стандарта симпатично и уютно на этом обзор номера закончен мы опять вернулись вот так вот все хорошее когда-то заканчивается закончилась очередное поле на день рождения мое день рождения так исправляем никогда нет русскую комната должно быть я же не турагент конечно да в общем я что хочу сказать расположение гостиницы обалденного на него кафе сзади вот это супермаркет который работает до до 12 ночи вон там кафе там кафе везде можно поесть то есть инфраструктура вот такая такси дешевая поэтому здесь можно останавливаться это гостиница гостиница очень приятная хорошая и недорогая мы сейчас идем магазин нам нужно кое-что поганал наврал он круглосуточную еще 24 на 7 так что мы а что нам надо валят а нам нужно просто купить пакетики илон тебя каска не нужна ночью на всякий случай прикольная ну да а и зачем она целых чемодан с собой привезла так в общем ассортименту так покажем чего тут только нет есть все смотрите какой кондиционер ассортимент хороший большой а нам нужны просто пакеты но в ресторане заказывали вот такие соки но они там были по 25 здесь 12 600 причем это местные премиум написано и они самое интересное что вот вишнём вообще как компот реально домашний они интересно дороже чем смотрите российские сады при доне вот они цены но вот этот вот это что томатная роли какой-то да конечно да а вот эти дешевле на тысячу чем вот эти местные кстати добрый страну дороже 16700 g7 есть пожалуйста 13 чем-то ничего так напитки видите как культурник она никого нет утром тоже все нормальные люди утром спят либо завтракают а мы о сгущенка смотри какая сейчас я одену очки свои офигеть какая сгущенка творите здорово здесь сразу 250 грамм ну да ну принцип один просто здоровая литровая сгущенка стоит 22700 это где-то рубли наверное сейчас переведу в общем сейчас я напишу здесь паре волю ты видела такую сгущенку сгущенка такая большая что ли на нутелла твой пепси сейчас завтракать поедем зачем так что еще творит вот смотри какие напитки прикольные а моя вера но здесь продукта нам-то нужны пакеты чего здесь шаримся вон здесь напитку смотри сколько всяких симпатичных красивая зелень лучочек чесночок у нас плов вообще я сам город который в москве из красный морковь он конечно и желтая она придает очень сладость по вообще здесь настоящий местный плов делают ферганский маргелланский на какого долинский до долинский смысле в долине вот из такой банковик раз желтый а вот это пожалуйста уже видите для ленивых уже на струбанная на плов морковь кстати вот это морковь тут стоит опять в тысячах у них где-то 4 доллара в общем четыре с половиной килограмм это поведом линии дешево они долго 50 центов и моя четыре доллара тоже наврал также импортная все похоже а может это все местное но не все раз и тортик прикупить красивые тортики скорее всего они вкусные мясо вот самое интересно что лишь очень дорогое мясо здесь вообще 85000 стоит 85000 это извините это 7 долларов где-то семь с половиной долларов за килограмм говядина это лапешки и смотрите такие по 50 центов все ли какие огромные красивые 50 центов на это такие вот с луком знаете слоенка они стоят где-то по доллару но чуть меньше самца лепешки прям пикут вот здесь вот как ваша не видите только там такая настоящая звенская лепешка готовится под узбекскую музыку слышите да тогда она получается вкусная и по-настоящему узбекская конечно это шутка что зависит от рук либо они корявые либо они узбекские руки роллтон кимчи видите здесь такая вот есть штука а сколько стоит доширак почти 8000 это центов наверно нет центов 77 центов стоит но я все цены буду писать чтобы вы видели сколько чё для сравнения так чипсики пожалуйста всяко разно это очень заразно что ну все наверно да и нам нужны пакеты пакета где пакеты пакеты пакетов нет но но и и и Редактор субтитров А.Семкин